Вас приветствует Амакси. В этом выпуске вам будет предоставлено довольно много необычной и интересной информации об азбуке, буквах и словообразовании. Будут затронуты и излечены те частицы, что от многих закрыты и которым не дают должного внимания в современном мире. Уверен, что абсолютное большинство из вас знает не больше того, чего хотят, чтобы вы знали силы невежества. Те силы, что гасят знания, убивают интеллект, осознанность, рассудительность, образность мышления. Чтобы выражать свои мысли, описывать окружающее, внутренние свои чувства, человеку доступна речь. Чтобы все это запечатлевать на материальном носителе, нам доступны знаки, буквы, что складываются в слоги и слова. Сколько буквы знаете? Вам хватает? Вполне. Даже букву Е многие заменяют на Е. Нередко мы употребляем выражение от А до Я, что означает нашей современности полностью, от начала и до конца. Но на самом деле, правильно было бы понимать частично, выборочно, не полностью, урывками, отрывочно. Кто-то может припомнить подобное выражение про греческий алфавит, от Альфы до Омеги, что будет несколько более полно, но также не верно. И об этом я вам поведаю далее. Если взять ближайшие родственные современные деградированные азбуки, заканчивающиеся на Я, то это будет русская и украинская 33 буквы, белорусская 32 буквы и болгарская 30 букв. Из сербского букву Я выбросили еще в середине 19 века. А вы только представьте, что все они были когда-то частью азбуки из нескольких десятков, одна из последних и сильных деградаций азбуки пришла на 1710-е лето Длодаря Петру Первому. Кстати, благодаря Петру Первому мы сейчас живем в 2009 году, а не в 7527-м лете. Во времена Есенина и Маяковского в 1918-м лете убрали еще несколько букв. И, как ни странно, добавили в 42-м, 43-м или даже 56-м по другим источникам лете букву Йо официально. Отчего возник мой интерес в данной теме? Я думаю, многие в детстве любили что-то собирать в коллекции, то есть коллекционировать. Марки, фантики, наклейки, монеты, модели автомобилей и многое другое. Так вот, читая рукописи стихов Сергея Есенина, я обращал внимание на те буквы, которые он употреблял. Я их припоминал из церковно-славянского алфавита, на который несколько раз случайно натыкался в интернете и с любопытством изучал. Таким образом, я вышел на буквицу матрицы 7 на 7, 49 букв, 8 на 8, 64, 12 на 12, 44, а позже и на матрицу из тысячи и нескольких десятков тысяч букв. И вот тогда начала открываться суть. Букв бесконечное множество, и все они образуются, перетекая из одной в другую, бесконечными вариациями изображений, что удивляло и пугало, ведь в каких узких рамках сейчас мы находимся. Но азбука не ставит и не должна ставить раму. Ее цель – помочь выразить в письменности бесконечным количеством знаков бесконечное знание. Но нам приходится пользоваться российским алфавитом, буквы которого ничего не означают, хотя ранее каждая буква была образом многомерным, многозначным, великоемким. Что вы, например, скажете про эту букву? Мама? Мед? Медведь? Это печальная картина, потому что теперь буква ассоциируется со словами, которые на нее начинаются. Идет неверная закладка образов. М есть мыслете, мыслите. Стремление к созиданию, умственному и духовному росту, преобразование, изменение, улучшение, движение, последовательность образов, что порождают друг друга, перетекая из одного в другое. Вспомните себя, когда вы ложитесь спать и не можете покинуть яй. В голове роятся мысли, вы начинаете завтра бы каких-нибудь печенек вкусных к чаю купить, кокосовых и мороженого, клубничного. И заканчивайте 300 повстречной, 400, 500, выпускаем крылья, взлет на луну. И этот ход мысли есть микропещинка, той буквы, на которой начинается слово «мама». Краткая история деградации азбуки. Азбука. Аз – азы, основы, начала, восхождения. Буки – боги. Божественное, божественное, небесные, космические знания. А значит, один из доступных нам уровней расшифровки слова гласит, что азбука – есть азы буков, основы божественно-космических знаний. Примерно 13 тысяч лет до Рождества Христова начертательной азбуки не было из-за ненадобности выражать и передавать свои мысли друг другу письменно, потому как вся информация для людей доступна в ноосфере. Как, например, сейчас, все меньше и меньше пишут от руки, передавая информацию по энергосетям интернета в виде аудио и видеоматериалов. Около 6 тысяч лет до Рождества Христова. Всесветная азбука, как часть ноосферной. Дюжинная матрица 12 на 12, то есть 144 знака. Или три матрицы 7 на 7, то есть 147 знаков. По 49 знаков для мира Яви, Нави и Прави. Если точнее, то не просто знаков, а элементов образов, из которых, как из кирпичиков, можно было строить великое множество количества знаков, то есть создавать дополнительные матрицы на тысячи и десятки тысяч знаков. Происходит рождение азбуки из-за утрачивания восприятия информации из ноосферы. Первые этапы деградации рода. Телепатия и прочие способности передачи и принятия информации на расстоянии утрачиваются. Происходит запись информации на материальные носители. Но это не просто слова, а глубинные образы, многогранные, великообъемлющие. Они помогают восстановить утекающие знания и мыслеобразность. Примерно в эти лета, в нулевых годах от сотворения мира в звездном храме, когда русы и арии, великая раса, заключили мир с аримами, Империя Великого Дракона, Древний Китай. Произошла катастрофа, которая сильно повлияла на уровень развития той людской цивилизации. Каменные города плавились как воск. На планете высвобождалось огромное количество энергии. Человечество утратило множество знаний своих предков и потеряло те способности, что были еще им доступны совсем недавно. Около двух тысяч лет до Рождества Христова. Азбука имеет около 50-60 знаков и матрица 8х8 приблизительно передает ее наполнение. Идет дальнейшая утрата разумности землян. Особенно сильно этому способствует тлетворное влияние городов Содом и Гамора. Далее в течение примерно двух с половиной тысяч лет выделяется еще несколько азбук. Матрица 9х6, 54 буквы, которая описывается в книге родовой буква. На территории Польши собрана азбука из 52 букв, а у староверов-инглингов имеется азбука матрицы 7х7, 49 букв. Однако во всех них вызывают сомнения про чтение некоторых образов. В этот промежуток времени, примерно в третьем веке до Рождества Христова, Александром Македонским уничтожается огромный кладезь информации предков Азвеста, Первая Весть. Или как ее называют, Авеста, на 12 тысячах воловьих шкур. Подобие древних книг, что писались как на пергаменте, так и на золоте. В 8040-х, 860-х летах от Рождества Христова Кирилл и Мефодий, или с большей вероятностью их ученики, компонуют азбуку из 43 букв. В некоторых источниках 44-х в конце добавляют букву От. Все это происходит, потому что Ватикану нужно перевести Библию для русичей на понятный для них язык. Кирилл и Мефодий русскую азбуку и язык не знали, но усердно их изучали, и придумали свою урезанную версию азбуки, взяв часть букв из русской, а часть из греческого алфавита. Так, в течение почти 900 лет азбука не претерпевает существенные изменения. Когда же наступает время Петра Первого, приходят жуткие его реформы. Например, он лихо срезал русской истории 5508 лет, так как 7208 лета от сотворения мира в Звездном Храме распорядился считать 1700 годом от Рождества Христова. А кто-нибудь помнит, в каком лете произошло ледовое побоище на Чудском озере? В 6750-м. А вот после Петра Первого оно стало приходиться на 1242-е лето. 1711-е лето. Азбука по велению Петра Первого обрезается до 37-38 букв, 33 из которых применялось для машинного книгопечатания, что тогда активно развивалось. Потому для удобства требовалось упростить написание букв. Рукописные книги отходили в прошлое, их замещали станковые типографские. Это время колоссального уничтожения азбуки, хотя из остатков букв еще можно было извлекать смысл образа, распаковывать информацию из слов и читать ее на нескольких уровнях. 1874-е лето. Выходит книга «Азбука Льва Николаевича Толстого. Матрица 6х6 в 36 букв». Но в ней он пишет, что букв в азбуке гораздо больше, и сделал он книгу эту для себя и потомков, чтобы не утратить последние знания, не растерять те крохи, что остались. Вообще, в то время дореволюционная азбука, что состояла из 35 букв плюс 2 неофициальные «й» и «и» с краткой, терпела не раз покушение. Одно из самых сильных было предпринято в 1904-м лете шахматовым, как реформа упорядочивания русского языка, но Николай II не дал ей ходу. Буквы еще назывались по образу и имели глубинность. До революции 1917-го в азбуке значились «и», «ядь», «фита» и «ижица». А еще мама и папа писались всегда с большой буквы. Но грянул выстрел «Авроры», и настали очередные смутные перемены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова